Йо, народ, всем привет, с вами МТ, и сегодня мы на автодроме Санкт-Петербург. Прибыли мы сюда, чтобы в целом просто потренить, потестить, как вообще Хака работает на льду. Погода замечательная, автодром заливает каждый день лёд, всё супер. В главных ролях МТ, Лёха, Четвёрка, Семёрка, короче, вся команда здесь. Поэтому не будем затягивать, погнали кататься. Продолжение следует... Мне нравится. Лёха поменял Сошки, теперь это Сошки от МТ Крю. Вот, и вообще тачка стала очень круто рулиться. Лёд на автодроме нормальный моментами, прям вообще держаковой. А я Лёху вообще спокойно догоняю. Вот он меня на Семёрке почему-то догнать не может и говорит, что ему вообще не нравится, как рулится Семёрка. Я предложил ему сейчас поменяться и посмотрю, как едет Семёрка. Там же ничего же здесь не меняли, всё же то же самое. Ну, коробка только плавно. Ну, коробка, да, да. Короче, сейчас меняемся тачками и потестим. Лёху толкается хорошо. Она толкается там, где эта не толкается вообще. И она намного предсказуемая, стабильная и всё. Да нет, это тоже в принципе предсказуемая. Она бэкворды тоже даёт дело. Всё, всё говно заключается только в провале от 3 до 4 тысяч. Если ты там провалился, всё. Ко мне подошёл Алексей. Алексей, суть по всему, кольцевик. Тайм-атак. Раллист? Да. Алексей у нас раллист. Вообще, Лёша попросил проехаться на лучшее время круга на тачке. Вот, сравниться с этой пятёркой. Да, но у меня не очень хорошая резина, поэтому я понимал, что это будет быстрее. Мне просто было интересно в целом настройка автомобиля, как она управляется и можно ли на ней ехать быстро с минимальными скольжениями. То есть вы всё равно ездите с максимальными скольжениями. Но если мы говорим о езде на время, то скольжения должны быть. Их нельзя исключить полностью. Но в конечном итоге нам нужны минимум скольжений и возможность максимального проноса скорости. И мне понравилась машина. Единственное, что мне не очень понравилось, я уже сказал, что она после того, как каждую передачу раскручиваешь, она подкухает на следующей. Даже на третий после второй. Даже если ты вторую раскрутил, включаешь третью, хочется, чтобы был момент, чтобы она ехала. Ну да, да, да. А она вязнет. И приходится клочевать, чтобы она опять поднимала, не говоря уже о четвёртой. На стандартной инжекторной жиге вообще со стандартным мотором у меня так не происходит. То есть она у меня везёт каждую передачу. Да, мне нужно раскрутить вторую, чтобы третья не провязла. Ну, восьмикло. Слушай, ну ради интереса можешь вот на семёрке катнуться. Там вообще абсолютно разные моторы. И вопросов не будет про то, что не хватает на момент. А резина там хорошая? Ну, так. Ну, тачки разные. Можно попробовать, да? Можно тоже на время проехать. Время на секунду хуже при этом. Но я думаю, что вопрос резины и скольжений. Там машина меньше скользит. Эта машина больше скользит. Но я думаю, что если эту машину правильно настроить, проставки, там вот эти вот все дела поправить. Ну, если мы говорим о его везде на время. Можно поехать на ней быстрее, чем на той, в данный момент. Ну, или можно резину подкинуть хорошую. Я не смотрел, что здесь за колёса. Но, судя по комментарию, как там резина, ну такая. По сетапу мотор короткий нравится намного больше. На четвёрке можно ехать почти не скользя. Не знаю, возможное состояние резины, возможно из-за настройки всего автомобиля. Надо просто сравнить, насколько резины разные, да, по состоянию. Возможно, этой машине, если добавить чуть-чуть ширины, то полагаю, что на ней можно ехать быстрее. То, что она мягкая, это хорошо, в всяком случае, для времени. Но то, что она много скользит, это пока не очень. То есть, может быть, её можно догрузить на заднюю ось весом дополнительным, да. И это позволит зацепить жопу побольше, да. Может быть, поменьше она будет вращаться и получше ещё разгоняться. Но я бы вот, если бы ставил себе мотор, я бы ставил такой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот так. Вообще всё, короче, сегодняшняя серия подходит к концу. Укатались вообще вот просто вот так вот. Короче, съездили в Китай сегодня, в Китае покатались, говорят, в Китае нормальные тоже трассы. Садовые такие, блядь, с перепадом высот. Вот, на сегодняшний день минус губа, минус дверь, спасибо, Никита. И правый диск я еще закроцвал, он там, ну и походу что-то чуть-чуть там по подвеске тоже ушло. Вот они, негодяи, ловите их, вот они все, убирает снег наш. Вы камазисты, а? А, да. Камазисты вы, а? Слава на вас не хватает. Камазы тоже живые, в Китае тоже есть камазы. Да, да, китайские камазы. Китайские камазы, смотри. Ну, естественно, мы поможем, чего, не вопрос. Главное, чтобы все вживые остались. Здесь что, в Афрактригу? Мы команда! Валяло. Субтитры подогнал «Симон»